Николай Ильич Котов, вот он выходит. Для того, что у нас сегодня Санкт-Петербургская группа уезжает уже тоже вечером в Москву и в Петербург, но до этого у них еще есть встреча в музее Мейрхольда. Поэтому с вашим разрешением мы отпустим Светлану Алексеевну, Михаила Леонидовича. Спасибо. 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 Леша Дима, целую Леонидовичу Андреевну. Если там телефон, давай, ты поедешь с Питером. Итак, дорогие друзья, я хочу представить вам, знаете, боюсь сказать это слово, это мой друг. Это мой друг. Это мой друг и, наверное, самый заветный друг. И на самом деле, когда вы когда-нибудь поймете, с кем вы встречались, вот сегодня с Еленой Андреевной, с Андреем Николаевичем Котовым, вы когда-нибудь поймете уровень мастерства и людей, с кем вы сегодня встречались. Вот я сравниваю, Андрюш, только не обижайся. Вот у нас есть Владимир Высоцкий, подожди, который не имеет ни звания, ничего. Но это Владимир Высоцкий. А это Андрей Котов. Номер один в мире по духовным присновлениям. Здравствуйте. Как всякие ведущие, настоящие. Да, Алла Алексеевна, она должна всегда так подать исполнителю, что все подумают, что он самый лучший в мире. Прав, правда. Вот. Ну да ладно. Я вообще занимаюсь древнерусской духовной музыкой. Что такое древнерусская духовная музыка? Ну вот вы изучаете русскую историю, да? Русская история делится на разные отрезки. Да, вот есть русская история до 17 века. Вообще, включая 17 век. Но история дома Рюриковичей, скажем так, и первый роман 18 век. Вот в музыке весь этот период, вот крещение Руси до 17 века включительно, называется древнерусской духовной музыкой. Почему древнерусская? Потому что в это время русская духовная музыка развивалась своим путем. Она не была похожа на западную музыку, на восточную музыку. И песнопения у нас записывались специальными знаками, знаменами, да? Ну был знаменный распев, так называемый, деместственный распев. Это все распевы древней Руси. Вот. И сегодня это почти никто не поет, это практически неизвестно. Как, собственно, малоизвестна культура древней Руси? Вот я занимаюсь именно этим отрезком. И есть целая группа и исполнителей, и научных работников в Москве и Петербурге, которые занимаются серьезно. Но это тема отдельной очень большой встречи, я не буду вам об этом рассказывать, иначе мы с вами тут засядем до вечера, потому что это не так просто. Вот. И вторая тема, которой я занимаюсь, это духовные стихи. Духовные стихи – это термин, да? Такой филологический термин, на самом деле, под духовными стихами поднимаются песни духовного содержания, которые пел народ. Народ – это не только в деревне, как у нас наговорят. Народ, когда подразумеваются люди, живущие в деревне, когда-то, крестьяне. Народ раньше был един. И эти духовные стихи пели все. И горожане, и извозчики, и кухарки, и мастеровые, и крестьяне, и священники, и так далее. Вот была такая единая культура. И песни духовного содержания, они были неотъемлемой частью православной культуры русского человека. К сожалению, как и очень многое другое, в советский период вся эта культура была под спудом, она запрещалась, она всячески искоренялась. И вот последние, там, я занимаюсь этим, чтобы не соврать, с 50-го года, считайте, 37 лет я этим занимаюсь, вот за последнее время очень много удалось найти, очень много удалось, очень многому удалось научиться. И я сейчас спою вам несколько духовных стихов, и представлю вот этот инструмент. Инструмент, вы, наверное, многие из вас его видели. Инструмент этот по-русски, он и по-украински. У них в России и в Украине он имеет одно и то же название. Колесная лира. Вот такой же инструмент в Белоруссии называют реля, или релей. Этот инструмент в Германии называют хай-лира. Этот инструмент в Англии называют хардигар. Этот инструмент в латыни называется организм. Это вообще механическая скрипка. В нем нет никакого такого особого волшебства. Были колесо, которое трет по струнам вместо смечка. И издается его постоянно. А здесь клавиши, которые вместо пальцев зажимают одну из струн, и таким образом я могу играть на нем какую-то мелодию. А две другие струны издают постоянный звук. Инструмент этот был придуман. Есть две версии его происхождения. По одной из версий его придумали в Византии и в 13 веке привезли во времена одного из крестовых походов крестоносца. А по другой версии его придумали монахи доминиканского монастыря на юге Франции в 11 веке. И развивался этот инструмент на территории Европы. А в 17 веке он всегда был инструментом бродячих музыкантов, которых было множество, особенно в Средневековье, во времена и в эпоху Возрождения, и в Европе, и у нас тоже. И постепенно этот инструмент из Европы через Белоруссию и Украину пришел к нам. И в таком очень простом виде он укоренялся и был этот инструмент инструментом слепых бродячих певцов, лирников. Это слепые бродячие певцы, которые пели духовные стихи, они были странниками, то есть они не имели никогда своего дома, жили они подаянием и жили они тем, что им дается за их пение. Ходили они от прихода к приходу, от церкви в церкви, от монастыря к монастырю, были такой совестью народной, потому что они были людьми очень верующими, людьми очень знающими, знали они очень многое, поскольку они постоянно обновляли свои знания, общаясь со священниками, с монахами, они были грамотными, хорошо знали святое писание, хорошо знали церковное предание. Вот такие были люди. К сожалению, они жили... Эта профессия существовала вплоть до 40-х, 30-х годов прошлого века. Потом их репрессировали, как и многих-многих людей в нашей стране. Но от них остались духовные стихи, и сейчас я вам спою несколько духовных стихов. Один из них, это духовный стих, «Человек живет на земле». Вот чтобы вы понимали, люди раньше совершенно по-другому относились к жизни и к смерти. Мы сегодня отдалены от нее. Я не думаю, что многие из вас были свидетелями смерти своих близких. Я не думаю, что многие из вас знают, что такое жизнь и смерть по собственному жизненному опыту, потому что сегодня умирать отправляют в больницу. И, как правило, люди боятся думать на эту тему. Раньше об этом думали постоянно, и эти знания были частью знания жизни. Человек, зная о том, что его век конечен, по-другому относился к своей жизни. Относился к ней, как сказать, более ответственный, что ли. И понимая, что ему, в общем, не так много времени дано, он ценил каждую минуту своей жизни и ценил самого себя. И вот духовные стихи на тему жизни и смерти, они были неотъемлемой частью репертуара любви. Я сейчас вам хочу... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 даже маленького ягненка, а для твоего сына, который пил, распустывал, гулял и пил, он вернулся и ты заколол для него самого большого быка. Объясни мне, что это такое? Почему такая несправедливость? Он говорит, ты всегда со мной. И все мое, твое. А этот мой сын был мертв. И он воскрес. И радуюсь я его воскресить. Вот это притча о благородном сыне. Я вам спою фрагмент этой притчи это, собственно, речь от лица вот этого сына, который ушел и который промокал. Бродил я в далекой чужой стороне, и страсти мощно кипели. Небесный Отец не забыл обо мне. Следил и он за мной старый бель. 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 Голосед не забыл бель. 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 Дима не забыл Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok